всем привет меня зовут илья и сегодня не совсем обычное видео я сегодня буду говорить о книгах буду качать скилл буктюбера последнее мое видео было посвящено фанку особенностям и мне немного не хватило времени у меня не вместилась инфа по литературе по этому направлению по книгам по школам лучшим на мой взгляд я бы хотел сегодня это сделать реализовать этот материал который был потерян так как если бы я его туда все-таки поместил в то видео оно получилось бы 20 плюс минут а для ютуба это совсем не формат это же не лекция и не видеоконференция и дело такие ролики большие это не очень хорошо это видео не будет неким искусством рассуждать о книгах которые никогда не читал говорит о том что никогда не делал все о чем я сегодня буду говорить лично мной пройдено изучено в разные периоды моей жизни я знаю эту кухню и использую даже по сей день даже то что я проходил 10 плюс лет назад это полезно начну сегодняшний рассказ я со школы фрэнсиса року прести бас-гитариста группы известные легендарные культовые tower of power школа называется fingerstyle фанк эту школу я сыграл уже очень давно будучи студентом у меня было тогда очень много времени как у всех студентов и я тогда был увлечен вообще фанком и бас-гитары сильно на пике наверное своего увлечения и тогда у меня было много времени в отличие от того что сейчас сейчас я уже не могу себе позволить такую роскошь сыграть целую школу пройти это уже в прошлом поэтому я даже позавидую тем людям которых есть время которые еще молоды учатся и они у них есть на это силы мотивация есть на это так скажем заряд внутреннего огня и этим людям я завидую сейчас я уже не могу себе это позволить а с возрастом со временем время становится очень ценным ресурсом в чем особенность этой школы во первых в чем плюс плюс в том что есть видеоматериалы можно посмотреть на ю тубе она есть выложена ссылку я оставлю кто хочет посмотрите к тому же это не это не учебник как все приводящие я буду втирать учебник но ты опять-то до сюда это все нафиг не надо это больше практическое пособие в этой в этой школе есть партии фирменные группы tower of power хитов типа вот и схип и прочее очень крутые вещи там есть вся вот эта база фанка если есть на это время обязательно и интерес это стоит пройти второй очень важный момент в чем особенность это особая техника фрэнс рок упрессит это бас-гитарист который выделялся всегда звукоизвлечением своим своими партиями он никогда не был похож на всех остальных он никак он не был ни на лари грэма похож ни на фли ни на кого то есть это абсолютно своя вообще мир свой мир и кому-то это может зайти кому-то там по понравится кто-то это будет использовать но я после того как сыграл эту школу сейчас не использую эту технику она мне не близка но я не жалею о том что сыграл в данный момент времени у меня есть идея снять отдельное видео по разбору техники игры рока прести его фирменный мьют левой рукой его рейки его триоли его мертвые ноты все это можно разобрать я владею мьютом этой техникой но не играю потому что мне это не близко но разобрать можно если это интересно если это не интересно то зачем вопрос поэтому пишите комментарии я увижу услышу прочитаю если это будет интересно это вполне реализуемо вторая книга на сегодня джен лимман фанк фьюжен бас это уже довольно серьезный труд довольно серьезная так скажем заявочка здесь не только какая-то хрестоматия не только набор рифов не только набор партии здесь еще есть разбор отдельных элементов именно общих элементов фанка хаммеры пулы октавы три триоли трели мертвые ноты 16 это все разбирается все они прям как на ладони как на блюдечке и также здесь есть огромное количество представлены вариантов обыгрывания трезвучий обыгрывания гамм на различные акт тональности что делает эту книгу довольно серьезным учебником лично мне помогла такая литература тем что здесь есть во второй части во второй половине книги так скажем набор рифов набор партий готовых уже которые можно использовать своем творчестве я часто обращаясь по дому литературе я смотрю как строятся те или иные партии на те или иные аккорды как придумываются те или иные рифы использую своем творчестве в том числе и для блога это все и вы можете использовать для своей группе просто под подстраивая под себя меняя ноты меня ритмику под свою стилистику также огромный плюс этой книги в том что есть табы есть аудиозаписи они прилагаются книги можно всегда послушать как это звучит как это должно звучать и поиграть под барабаны под запись максимально приблизиться к оригинальному звучанию отточить свое мастерство исполнителя следующие две книги будут от одного автора он француз поэтому извините за мой французский джелоскуан де пресс как-то так он не был традиционным бас-гитаристом как бы рока прести он был больше композитором продюсером писал для каких-то телепередач музыку но его две книги довольно сильное впечатление на меня произвели повлияли вообще в плане понимания фанка р н б хип-хопа где-то фьюжина фанка семидесятых я много оттуда черпал для себя творческой информации переделал под себя учился строить эти фанковые рифы сам что-то менял в общем черпал много информации и я думаю что вам это тоже будет полезно первая книга его классик фанкс энд р н б грувс и вторая книга это 70 сфанкс энд диско бас чувствую себя сегодня преподавателем английского и французского причем не лучшим обе эти книги являются практическим руководством хрестоматиями это не учебник где там миллион какой-то нудной теории ноты гармония кажется все то что отталкивает людей от музыки желание отбивает напрочь здесь просто подряд идут рифы набор риф вы их смотрите анализируете играете с табами и тем самым обогащать свой музыкальный язык обогащаете запас своих фраз и учитесь строить так скажем рифбилдингом занимаетесь в своем творчестве это применять и вообще понимать отличие фанка отличие диска лучше вариться в стиле в общем понять стиль это хрестоматия очень помогает понять и научиться играть в стиле значит что касается классик грув с р н б и фанкс значит здесь у нас в чем особенность этой книги я ее тоже довольно много проштудировал много в ней чего сыграл то что мне понравилось естественно то что мне понравилось я не играл но там много чего интересного реально здесь собраны все примеры бас партии всех великих двадцатого века бас-гитаристов типа пасториуса типа ларри грэма типа альфонса джонсона и тому подобных чистые примеры можно так скажем вникнуть в суть игры каждого из этих гуру фанка гуру вообще баса этим эта книга очень ценно можно проштудировать и самому все это прикоснуться вторая книга фанк семидесятых и дискобас как раз то что многие искали как раз фанк семидесятых многих интересует вот пожалуйста берете открываете страницы и играете все все на листе написано все элементарно не надо ничего там прям каких-то замудрости премудрости эта книга как раз это сборник из 101 рифа или басовой линии в стиле соответствующий крутость этих пособий заключается в том что здесь есть табы здесь есть также приложение аудио можно послушать все рифы как они звучат если например не умеете читать ноты не умеете читать ритм пожалуйста послушал сыграл по табам все круто это очень облегчает ускоряет процесс также я знаю существует целый youtube канал и посвящен этим этим книгам просто почистую переигрываются рифы вот и людям нравится люди тоже учатся тем самым в контексте фанка мы никак не можем обойти слеповую литературу и они мы тоже поговорим первая книга тони оппенхейм все они знают это техника слепа вот он такая пособие это наверное самая известная самая продаваемая книжка по слепу по крайней мере в снг все через нее прошли свое время я тоже сыграл ее всю но это было давно даже существуют каналы тоже по ней по этой же книжке где просто каждое упражнение сыгрываются и разбираются конкретно в чем плюс и минус этой книги естественно нельзя ее критиковать это хит хит на все времена и через нее прошли все но в чем минус в чем недостаточность этой книги во первых это довольно низкий потолок то есть низкий уровневый скилловый потолок книга рассчитана в большей степени на новичков на тех кто на тех людей которые хотят познать основы слепа она дает хорошие основы понимание звучания основные приемы но не все к сожалению в этой книжке нету хрестоматии это просто набор упражнений набор рифов довольно обобщенных в общем таком фанковом стиле которые рассчитаны на в как скажем того чтобы новичок вошел в эту тему чтобы он познал азы познал основы звукоизвлечения как это все делать но дальше будет большой потолок здесь нету например разборов определенных песен каких-то известных хитов здесь нету разбора манеры игры каких-то бас-гитаристов вутонов ли там триоли триоли вутона фаршлаги миллера каких-то таких фишек которые можно набраться только снимая партии последняя сегодня книга это крис крингел фанк бас это такой вариант оппенхейма для взрослых более высокий потолок будет более высокий уровень и она хорошо подойдет людям которые продолжают например сыграли полностью оппенхейма все основы поняты звукоизвлечения есть человек уже начал чуть-чуть понимать и здесь такое есть продолжение эта книга единственная из того чего я назвал который я еще пока очень слабо знаком но она у меня сейчас в виш-листе виш-листе того что хочу пройти того что я хочу изучить это на первом месте я дойду до этого это единственная вот эта книга здесь есть к примеру при к примеру басовые слэповый соло которых вообще очень редко найдешь примеры обыгрывания этих слэповых соло сейчас я хочу научиться играть на данном этапе жизни хочу научиться играть крутые слэповый соло сейчас а вот и в снг у нас я не знаю ни одного бас-гитариста который бы круто реально круто играл слэповый соло чтобы не просто там миллион нот чтобы там супер быстро 200 нот секунду пыль в глаза на и прочее а чтобы я слышал композиционное мышление чтобы это была музыка такого не знаю если есть пишите в комментариях скидывайте я посмотрю но я таких пока не знаю вот я хочу научиться играть слэпом и здесь есть эти примеры и я до них дойду обязательно книжка так скажем рассчитан на более продвинутых людей в этой книге довольно хорошо проработан слэп здесь есть примеры известных партий например секс и на пэн вутона который все знают которые на моем канале я разбирал есть например can stop и другие и другие произведения это очень прикольно плюс табы я думаю что на моем канале в будущем еще будут видео про фанк это зависит от идеи от моего вдохновения от состояния морали и прочего сейчас мне такой период накопления в том числе идей в период осмысления и поэтому сегодня такое видео больше без инструмента больше такой чайно-кофейная посмотреть послушать а на сегодня будем закругляться если что-то забыл упустил не так объяснил какие-то еще есть интересный материал которых я не знаю может быть такое вполне пишите в комментариях посмотрим изучим может быть даже что-то буду использовать в работе над блогом и над собой а на этом сегодня все спасибо что смотрели не забывайте подписываться заходить в группы соцсети всем любви доброты пока а